добрейших вечеров дорогой зритель у нас сегодня намечается очень интересная работенка и нет она не будет привязана к этой платье принципе я достаточно сильно уважаю чтобы мучить роликом по ремонту подобного дерьма у нас сегодня случай поинтереснее смотрите на это можете не смотреть а вот на это посмотреть и я думаю есть среди вас ребята которые мало мальски следят за моим творчеством и наверное догадались о чем пойдет сегодня речь и если догадались можете в комментариях пока написать пока я не огласил чем мы сегодня будем заниматься написали встречайте у нас сегодня повторный подход к снаряду который минуется и шпиом для всех не следующих напоминаю что вот эта история она есть на моем канале и ремонт так и не был финализирован все точки над и не расставлены сегодня мы это недоразумение будем исправлять напоминаю для тех кто не хочет смотреть первую часть такие я тоже думаю будут а этот аппарат все-таки поддался ремонту и после замены двух микросхем по которым были ошибки в тесте картинку дал нормальную без дефектов но после подхватывания драйверов видеокарта всех поцелала нафиг и изображение на матрице не было соответственно в безопасном режиме картинку аппарат дает вариантов было много и комментаторы в комментариях писали у тебя сдох видеочип говорили у тебя сдох видеочип с видеопамятью говорили они проверить питание говорили они у тебя проблемы с видео биосом говорили они что-то еще говорили короче много чего говорили но вот конкретно таких ситуациях либо без полной замены видеопамяти либо без замены видеочипа конкретный ответ на поставленный вопрос, хрен получишь. Надо менять либо память, либо видачок. Я отдаю себе отчет, что после замены видеочипа я могу жидко обделаться в прямом эфире. Поэтому я постелил себе соломки, как говорится. И как вы видите, имею на руках 6 микросхем новых GDR6 Micron D9 WCW. Это на тот случай, если что-то пойдет не так после замены видеочипа. Хотя я искренне надеюсь, что замена видеочипа дело на этом и закончится. Но, если что-то пойдет не так, придется сюда ставить Micron. И напоминаю вам, для тех, кто подзабыл, либо вообще не помнил, на доске здесь распаян Samsung. Придется немножко позаниматься с экосампсис трапами. По-моему, схемы на этот аппарат неточные, на плату, которая стоит в этом аппарате. Поэтому будет немного интересно. Короче, не буду долго томить. Разбираю. Снимаю чип. Отсюда быстренько за кадром выгрызаю видак. Реболю его. Отмываю. Снимаю 6 микросхем памяти. Тоже сразу, чтобы потом не тратить на это время. И будем дружить этот чип с вот этой платой. Надеюсь, взлетит. И мне не надо будет менять видеопамять. Время покажет. Короче, к делу. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Я вам скажу, ребят, я очень сильно удивлен качеству фотографий, которые китайцы сделали на эту плату Смотрите, какая детализация Шик! Все резисторы отлично видны, их конфигурация Но проблема в том, что все фотографии, которые я не находил, они все на Самсунге И ни один прощелыга из Поднебесной, это тоже Самсунг, не удосужился сфоткать плату с памятью от Micron И шансов, соответственно, найти фотографию такую на этой торговой площадке В принципе, в интернете шансов ноль Я вот сколько ни упирался, короче, упорство мое пошло, как говорится, по одному месту Но тут мне на помощь, на помощь пришла вот эта штука Я неспроста записываю ролики и показываю вам состояние посадочного места по чипам После демонтажа чипов Это некая такая дополнительная информация для меня Если мне вдруг понадобится что-то где-то найти И при этом чип я снимать не имею никакого желания И это тот самый случай, когда вот эта штука мне очень сильно помогла Я буквально за 2 секунды нашел интересующий меня резистор И знаю, что надо теперь передвинуть При этом чип не снимать не надо Итак, что я делаю? Открываю BoardView Так, видно вам? Нахожу шар Это у нас позиционник BL3 Вот он Вот этот шарик Как он, видите, да, он тоже подписан Страп 0 Конфигурационный шар Назовем его так И теперь я эту информацию экстраполирую На вот этот вот прекрасный На этот прекрасный стоп-кадр Который сделал на своем видео На который записываю для вас И вот, пожалуйста, вот этот шарик Вот он Вот И я теперь прекрасно вижу по дорожке На какой резистор он приходит А приходит он, друзья мои На последний резистор И для того, чтобы микрон Разумеется, после его установки на эту плату Нормально заработал Мне нужно вот этот резистор Переместить на вот это посадочное место То есть снять его из земли И посадить на что там Чем он подтянут Сейчас скажу вам Так, 1.8 Вольта Да, линия И посадить на линию 1.8 Тем самым я создам Ситуацию, при которой У меня на Страп 0 линии Будет Высокий логический уровень То есть логическая дичка И все должно заработать Ну, я надеюсь, что все должно заработать Страп 0 линии 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я поставил 6 новых микросхем, абсолютно новых, и, к сожалению, видеокарта не заработала. Поэтому мне пришлось искать Samsung. Я нашел Samsung, поставил Samsung, и после этого все прекрасно начало работать. 1660 Ti определяется, FPS 90 это уже после 40 минут теста. Ну и температура стабилизировалась на 62 градусах. Я сейчас поднаеду, чтобы вопросов потом не было. Вот, пожалуйста, так, тест закругляем. И давайте в диспетчер проследуем. Видачок. Так, это батареечка. Видачок. 1660 Ti. Так, еще ближе, пожалуй. Без каких-либо ошибок. Все четко. И аппарат работает как положено. А ремонт этот, как вы поняли, из первой части, немножко затянувшийся. Но это связано было с тем, что человек уехал в Европу, и аппарат ему... Вот он только-только на днях вернулся, и вот только-только ему аппарат понадобился. Поэтому я уже плотно им занялся и уделил максимум внимания данному экземпляру. Ну, короче, все хорошо, что хорошо кончается. По итогу я заменил ключи, точнее, поставил отсутствующие. Поменял видеочип на абсолютно новый и поменял 6 микросхем видеопамяти. Вот такая вот неприятная история возникает, когда происходит пробой верхнего ключа. Пусть даже в составном транзисторе, пусть даже в Daermose. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что страдает как и видеочип, так и видеопамять. Надеюсь, этот ремонт, точнее завершающая его часть, вам пришлись по душе. Всем желаю крепкого здоровья. Увидимся, когда увидимся. Пока.